Жизнь штука непредсказуемая, но, как известно, безвыходных ситуаций не бывает и на любой вопрос можно найти ответ. Здравствуйте, это программа «Жили-были». А начнем сегодня с того, что вакцинация от коронавируса для людей старше 60 лет теперь становится обязательной. Исключение лишь для тех, у кого медотвод. А еще получить сертификат о вакцинации от коронавируса на бумажном носителе теперь можно и в МФЦ. Обязательная вакцинация от коронавируса людей в возрасте 60+, а также людей с хроническими заболеваниями бронхолегочной, сердечно-сосудистой и эндокринной систем введена в Ростовской области. Изменения в постановлении об обязательной иммунизации отдельных групп граждан внес главный санитарный врач региона. Причина – недостаточный охват. Привито чуть больше половине жителей области старше 60 лет. А заболеваемость в этой категории выше среднеобластной почти вдвое. Руководители организаций и учреждений всех форм собственности должны принять дополнительные меры по вакцинации пожилых работников, за исключением тех, у кого медотвод. Прививки первым компонентом должны быть сделаны до 20 декабря, вторым – до 20 января. В случае отказа от прививки будут применяться меры по законодательству России, предупреждает Роспотребнадзор. В МФЦ стартовала выдача бумажных сертификатов о вакцинации с QR-кодом. Пока система работает в тестовом режиме. Получить сертификат можно будет в любом многофункциональном центре по всей Ростовской области. В настоящее время прием осуществляется в МФЦ преимущественно по предварительной записи. Услуга не длительная. При наличии возможности услуга будет предоставляться и по текущей очереди. Для того, чтобы получить сертификат, ему необходимо прийти с паспортом, с НИЛС и полюсом обязательного медицинского страхования. И важно нововведение с простой рукописной доверенностью. За заявителя, например, за пожилого родственника может обратиться другой человек. Также сотрудники МФЦ поясняют, что сертификат по-прежнему можно распечатать и самому через личный кабинет госуслуг. Или сохранить в своем телефоне его электронную версию. Полмиллиона рублей. На такую сумму штрафов должны выплатить 20 управляющих компаний за то, что не проводили дезинфекцию подъездов в многоэтажках. Но это пугает не всех. И в Минжекаха продолжают цыпаться жалобы на управляющие компании. А вот что показал очередной рейд. Согласно 272-му постановлению правительства Ростовской области, дезинфекция в подъездах и местах общего пользования должна проводиться как минимум раз в сутки. В 130-м доме по улице Шолохова даже висит график уборки, который, правда, очень отстает от календаря. Здесь график у нас заполнен. Вот здесь проставлены даты. Сегодня мы уже 18 ноября. В последний раз дезинфекция проводилась 29 октября. Это мы тоже можем отразить в протоколе. А еще в протоколе отражают пыль, которая лежит толстым, почти въевшимся слоем на перилах, подоконниках и почтовых ящиках. С трудом верится, что уборщица вообще заглядывает в этот дом. Я каждый день выхожу и захожу из дома и вижу график уборки, но не понимаю, откуда он появляется и кто в нем расписывается. Ни разу за пять лет проживания я своими глазами не видел, чтобы у нас в доме проводилась и дезинфекция, и дезинфекция. Не удивительно, что УК, который обслуживает этот дом, в рейтинге госжилинспекции на 150 строчке из 195 возможных. А вот в доме 53В по проспекту 40-летия Победы дезинфектора все же видели. Но о регулярных ежедневных встречах речи не идет. Да, в начале, когда началась эта вся ситуация, в прошлом году приходили, но они обработали до второго этажа, дальше никто никуда не пошел. На такую в кавычках заботу и внимание жильцы жаловались в МинжКХ. Инспекторы проверили 117 многоэтажек. По всем выявленным нарушениям составлены протоколы в отношении управляющих организаций, которые переданы в суд для принятия мер административного воздействия. Судом 20 управляющих компаний оштрафованы на общую сумму 500 тысяч рублей. 47 компаниям вынесены предупреждения. Ряд материалов рассматривается судом. Такие проверки будут продолжены. Каждый год около тысячи донских семей имеют возможность улучшить свои жилищные условия благодаря различным предложениям господдержки. 10 лет в нашем регионе работает программа по субсидированию процентной ставки по жилищному кредиту. Субсидия целевая направляется на погашение кредита. Я вас поздравляю. Поздравления с новосельем летят без перерывов. Еще совсем недавно семья Бунтовых размещалась в однушке в 29 квадратов. На них семья из пяти человек уже не помещалась. Теперь обживают все 83 метра в новом ЖК. Долгожданное расширение стало возможным благодаря господдержке. Обратились в агентство жилищных программ и воспользовались бюджетной субсидией в связи с рождением ребенка. Нам требовались улучшения жилищных. Без поддержки мы бы не смогли взять эту квартиру. В том-то дело. Потому что требовался первоначальный взнос, а у нас как такового первоначального взноса не было. Семья Сотниковых из Ростова свое первое собственное жилье тоже приобрела при помощи предложений агентства жилищных программ. Первое – это субсидирование процентной ставки помогает очень сильно. Возвращается хоть и немного денег, но в критических ситуациях, когда не хватает, например, заплатить за ипотеку, эти деньги очень сильно выручают. А семья Ксении Башкатовой – одна из 730 семей, которые в этом году получили господдержку в виде бюджетной субсидии для оплаты части процентной ставки по ипотечному кредиту. Крайся зайчиком. Где зайка? На. Шум перфораторов мешает спать маленькому Ярославу. Но маму эти звуки не беспокоят, ведь они ассоциируются с радостью переезда в новый дом – свою квартиру. Мы накопили в районе 400 тысяч рублей и материнский капитал 483 тысячи. И когда у нас Ярослав родился, нам от государства тоже дали 63 тысячи рублей. Мы все это вложили в ипотеку. Плюс субсидия на погашение части процентов по ипотеке. Семье Башкатовых помогли определиться с застройщиком, предоставив полный список. И пока идет обустройство квартиры, Ксения уже с благодарностью встречает гостей. Молодая семья купила строй вариант. Ремонт делают сами. Ксения – дизайнер, муж – мастер, который воплощает все задумки. Здесь у нас, получается, будет детская. Здесь еще ничего не расставлено. Только вчера муж собрал шкаф. 10 тысяч семей за 10 лет улучшили свои жилищные условия благодаря субсидированию процентной ставки по ипотечному кредиту. Сегодня есть и другие предложения агентства жилищных программ. Подходящий именно вам вариант господдержки можно выбрать. Дисконт, субсидирование ставки по жилищному кредиту, земельные сертификаты. Взяли ипотеку, государство предоставит субсидирование в течение первых пяти лет. Жилье приобретается на первичном рынке. Возможное строительство индивидуального жилого дома. Мы предоставляем свидетельство, а срок действия свидетельства составляет три месяца, в течение которого человек приобретает жилье. С помощью ипотеки заключает договор долевого участия и предоставляет копии документов к нам в агентство. Соответственно, мы уже видим, на что человек направил ипотечный кредит. А далее банк подтверждает произведенную оплату за месяц и агентство перечисляет компенсацию на счет человека. Для участия в программе субсидирования ставки по жилищному кредиту необходимо подать заявление с небольшим перечнем документов. Это личные, касающиеся семьи, работы и обязательно нуждаемость в улучшении жилищных условий. Кто же имеет право участвовать в программе? Это молодые семьи, оба супруга до 35 лет, многодетные, работники бюджетной сферы областного и муниципального подчинения, ветераны боевых действий. Граждане, жители Ростовской области, имеющие постоянную регистрацию на территории Ростовской области и нуждающиеся в улучшении жилищных условий. В данном случае у нас понимается семья, которая не имеет собственности жилья, либо имеет не более 10 квадратных метров одного члена семьи. То есть, если молодая семья с ребенком, супруг супруга и ребенок, и у них собственности 20-25 метров, 29, то они могут участвовать. А вот если больше 30, то это уже по нашим условиям программы, они являются не нуждающимися в улучшении жилищных условий. Соответственно, те семьи, у которых ничего в собственности нет, они прописаны, например, с родителями в квартирах своих родителей, они могут к нам приходить участвовать в программе. Если же кто-то не относится к этим категориям, то они могут участвовать в программе льготного ипотечного кредитования «Дисконт». Здесь требования только два – постоянная регистрация и нуждаемость в улучшении жилищных условий. Не важны состав семьи, семейное или социальное положение, место работы. То есть, рассчитывать на дисконт может любой житель Ростовской области. Подробности каждой из программ вам расскажут на бесплатной консультации в агентстве жилищных программ. Здесь же помогут оформить и документы. Озеленяют, убирают за свой счет и своими силами. А вот спилить сухостой не могут грозить штраф. Жильцы одного из домов на Ворошиловском безуспешно пытаются узнать, кто в ответе за землю в их дворе и кто обязан ее содержать. Потому и обратились в нашу программу. С августа эта ветка засохшего дерева отломилась. Да так и перекрывает проход по одной из дорожек во дворе дома номер 77 по проспекту Ворошиловскому. Убрать ее не в полномочиях управляющей компании, которая обслуживает этот дом. Оказывается, территория не является придомовой. А значит, пилить, вывозить засохшее дерево ни УК, ни сами жильцы не вправим. Мы обращались и в администрацию Кировского района. Приходили, три раза приходили, значит, фотографировали, но действий никаких. У нас здесь гуляют дети. Пытаются вот пролезть под этим деревом. Здесь ветки. Соответственно, могут ребенок и в глаз попасть веткой. Ну, в общем, опасная ситуация. И обломиться в любое время может эта ветка. То есть на голову. И как бы пострадать ребенок может запросто. Что ответили администрации? Ответа никакого пока еще не было. Вот три раза приходили, фотографировали, снимали, но ответа никакого нет. Граница ответственности управляющей компании проходит по тротуару. Пешеходная дорожка вдоль многоэтажки относится к дому. А этот двор между тремя домами уже считается муниципальной землей. Мы обращались, описали в администрацию, кто содержатель, у кого на балансе она стоит. Ответов мы так и не получили. Нам пишут, что эта территория не разграничена. Вот она есть, муниципальная территория, но хозяина нет. И финансы на нее содержания не выделяются. Убираем сами. Нам администрация тоже предложила провести субботники, но мы как-то без них проводим субботники эти сами. Потому что и дети наши здесь гуляют, и мы здесь во дворе отдыхаем. То есть мы за свой счет высаживаем и цветы. Вот розы буквально осенью купили, посадили, чтобы на следующий год. У нас вот сейчас розы еще цветут. Ростовщане признаются, что могли бы и сами срубить этот сухостой, но закон не позволяет. Да и вывозить срубленное дерево тоже кто-то должен. Вот эта шелковица тоже совсем скоро может завалиться прямиком на детскую игровую площадку. Ствол уже повалился на ограждение. Его убрать заблаговременно у местных жителей тоже нет ни прав, ни возможности. Ну вот у нас требуется нам помощь от администрации хоть какая-нибудь. Побрезать, значит, сухостой какой-то вырезать. И по поводу вот листьев тоже. Потому что это вот мы собираем, чистый город их не забирает. Вот они мешки стоят с листьями. А за свой счет тоже вывозить. Ну это тоже как-то. У нас тем более живут очень много пенсионеров. Мы тоже отправили свои запросы в администрацию. О результатах расскажем в нашей следующей программе. А на сегодня это все. И помните, мы очень хотим вам помочь. Звоните по номеру телефона, указанному на экране. Рассказывайте о своих сложных жизненных ситуациях. И становитесь героями наших следующих программ. До скорой встречи. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...